Какой-то человек пика точёная, походу, и у него тузик был. Ёма, здесь были супергерои. Ё, здорово, молодые, меня зовут Димка, и мы продолжаем играть в игрушку «Падшие тузики». Давайте начинать. Итак, мы продолжаем. Да. Просто успокойся и скажи мне, что происходит. Как долго они здесь были. Нет, ты просто сиди спокойненько. Я отправляю типочка туда. Да, его зовут Миха. Да, не беспокойся, Блейк. Он с этим справится. Положил трубочку. Наш маленький визит в хату у Уолта подождёт. Важно вот что. Нашу тачку подстрелили нахрен, и у нас уйдёт много часов, чтобы добраться до хаты Уолта пешком. А есть хорошие новости. Старый мой друг поставит нам новую машину. Просто есть одна проблемка. Похоже, что наши старые дружки-гангстеры захватили свалку, где наш товарищ работал. Мне нужно, чтобы ты его вытащил оттуда. Дерьмо никогда не заканчивается. Чё мне делать? Самый быстрый способ туда добраться, это используя подземку Marigold Street Station. Как только ты туда прибудешь, добирайся до свалки и помоги Блейку любым способом, каким только можешь. Я пойду с тобой, я бы с тобой пошёл, но рука? Да блин, сиди ты дома уже. И чё, я туда захожу, просто избивая лица, спасая день и, возможно, получу бесплатную замену масла или что? Чё-то типа такого. После того, как ты с ними разберёшься, Блейк удостоверится, что он даст тебе рабочую машину, чтобы ты мог убежать на ней. Как только ты вернёшься, мы разберёмся с ситуацией по поводу Уолса, того штришка мэра, которого застрелили. Ё-моё, пацаны. Часть третья, переключающаяся передача. Походу, штришкин меня поджидают уже в порту и хотят, чтобы я им разбил хлебала как следует. Я другого выбора им не оставлю. Так, пацаны, бутылка розочка. Это кто такой? Надо прикончить его или нет? Часть третья, яблочко. Так, яблочки мы берём только свежие, которое валялось в метро. Так, здравствуйте, бродяга, вам не понадобится свинцовая труба. Погоди, погоди, бандиты здесь. Они поджидают, он говорит, я думаю, я кого-то здесь видел. Да вообще похер, кого-то здесь видел, дядя. Знаешь, кого ты видел? Меня. Получай, на розочку, паскуда. Просто Диман розочка и приканчиваем, пацаны. Просто с ноги и челик чуть ли жёстко не улетел под соседний вагончик поезда. Ну чё, пацаны, продолжаем хайповать на этой игрушке. Туда-сюда. Всё, давайте выбираемся, короче. Мэри Голд улица. Так, дайте-ка сюда. Ты слышал, что произошло в доках прошлой ночью? Какой-то штрих устроил там потасовку, его зовут Тейн. Вынес просто пацанов, босса ранили, но он убежал. Там было всё реально плохо. Ё-моё, а ты чё, меня не обманываешь? Я думаю, это связано как-то с этим Найтвейфом. Пацаны, я, конечно, извиняюсь, что я врываюсь в ваши разговоры, но давайте-ка по одному сюда заходите. Я вам просто всем лица сейчас порасшибаю и всё. Блин, как можно вообще выжить от такого удара свинцовой трубой по башке? Здорово, гангстер. Вас ещё всё ещё не снарядили стволами? Новые лошки-петушки, идите сюда. Не беспокойтесь, гражданские, всё будет хорошо. Не плакай. Да не плакай ты. Тут по-любому кто-нибудь писеет, сейчас я проверю. Так, никого здесь нету. Здрасте. Всё, будьте спокойны. Писейте на здоровье дальше. Опа, нифига. Умбургер. Представляем. Блин, такой умбургер можно было бы захавать. Так, растоптать, штрешка. Растоптать. Я надеюсь, мне не воздастся за то, что я их слишком часто убиваю. О, лэйдис. Хеллоу? Мыло почему-то здесь валяется. Погоди, а нахрена мыло нужно? Подняли мыло. Блин, я случайно поднял мыло, но здесь никого не было. Так что, пацаны, это было безопасно. Здорово, пацан. На тебе мылом в лицо. Чё, ни хрена себе? Я чё-то не понял. А чё это за мыло такое странное? Это отсылка на бойцовский клуб, походу. Взрывное мыло, нет? Ребята, вы давно хотели закупиться как следует в Стиме играми, но вы не знаете, как пополнить баланс своего аккаунта? О, нет, я не знаю. А для этого есть специальный сервис SteamCopyCode.com. С помощью него вы сможете просто дешево и безопасно пополнить баланс своего аккаунта. А также через этот сервис вы сможете приобрести игры, недоступные в РФ. Данный сервис имеет самую низкую комиссию на рынке, а мой промокод Manover снижает комиссию пополнения на 2%, а также даёт скидку 10% на покупку игр гифтом. А для тех, кто пополняет баланс первый разик, есть специальный промокод Манёвр. В честь приближающейся распродажи в Стиме, Купикод снизит вашу комиссию на пополнение на 10%. Допустим, я хочу пополнить баланс своего аккаунта Manover, вот сколько у меня тут, 1600 тенге находится. Всё, что вам нужно для пополнения, это указать свой логин в Стиме, выбрать валюту, которая придёт вам на аккаунт, в моём случае это тенге, применить мой промокод Manover, а также пополнить. И баланс на моём Стиме реально пополнился. Ого, ничего себе. А если вы хотите пополнить баланс зарубежного аккаунта, вы сможете это сделать через подарочные карты Стим, которые есть на этом сервисе. Ну и всё так просто, ведь Купикод это целая экосистема, где развивают честность и лояльность по отношению к каждому клиенту. Ссылка на данный сервис будет в описании, всем удачи. Ох ты, мы на улицу выбрались. Блейк должно быть удерживаться в гараже неподалёку. Бенета на одной стороне и стеклянные сердца на другой, тут какая-то бойня банд происходит. И твой друг застрял прямо посреди. Это реальный сэндвич из дерьма. Добро пожаловать в город выкидной ножик. И пропал котик. Митька Доллар. А, так это тот самый Митька, которого я разыскиваю. Короче, где-то штришка в гараже удерживает, нам надо до туда добраться и просто всех кокнуть по-быстрому. Жрите дерьмо, Бенедикты написаны. Вообще пофиг, здорово, пацан. Иди сюда, а? Давай, давай, иди. Бля, у него ган, пацаны. Вот он-то мне и нужен. Ни хрена себе это. Вот у Бенедикта уже нормально снаряжены, да? Ганы даже имеются. Которые не стреляют почему-то. Помощничные инструменты. Инструменты, сантехника и так далее. Сейчас зайдем, посмотрим, что тут есть кого. Тут по-любому где-нибудь секретик есть. Дверь закрыта на замке. Так, офисный стул. Блин, я не знаю, где ключ здесь. Во, во. Погоди, гвоздемет. И магазины для гвоздемета. Блин, я этими инструментами реально сейчас прорежу вон ту кафеху напротив. Я бы так-то взял бы Томми Ган и прикончил бы пацанов просто беспалево. Сейчас, сейчас, сейчас. О! Блин, ни хрена он меня в упор хотел стрельнуть. Иди сюда, пацан. Давайте, мужики. По одному вылазьте. Да погоди ты, у меня гвоздемет. На, нафиг. Сейчас, короче, как-нибудь вкругаля туда пролезем. А, вон гараж, наверное, нам туда надо залезть. Так, и здесь что? Ни хрена. Надо как-то по стелсу туда, возможно, пробраться. Так, а мы сейчас через заправку туда проберемся. Эй, Майк! Найтвейс сказал, что ты идешь. Послушай. Эти жопы дали мне жесткое время. Меня держат в гараже. Не против дать мне руку помощи и сбить этих челиков? Осторожно. Я поставил ловушки повсюду. Блин, ладно, сейчас посмотрим, что там за ловушки такие странные у него. А, ой, я вижу. Растяжка. Так, обезвредить. Отцепить бомбу. А, ее можно даже заложить и самому поставить, скорее всего. А здесь что такое? Не знаю, что это означает, но это какая-то мясорубка, походу. Мистер Блинчик написано. Блин, что у вас тут за поселок Шмоляева? Дай-ка сюда. Маленькая деревянная игрушка, какой-то страшный клоун. Погоди, а челиков можно загнать вот в этого мистера Блинчика? Опа, здорово, пацан, иди-ка сюда. Давай, 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 иди сюда, иди сюда. Смелее, смелее. Вот так и стой. Мистер Блинчик, раздавите его. Все, я просто прикончил штришков и со мной связался наконец-то штрих. Встреть меня в старом гараже, я открою тебе ворота. Блин. А, то есть он там просто выживал в этом гараже. Вот он, клоун дырявый. Я откуда знал, что надо было всех челиков прорядить? Я просто по стелсу сюда хотел прорваться. Давай уже, открывай мне, Блэкмен. Открывай ворота, ты сказал, что ты откроешь мне. Или он говорил про вот этот гараж. А, во. Здорово, ты что тут сидел? Ха-ха. Спасибо, что разобрался с этими бандитами. Что я могу сказать? У этих балбесов не было и шанса. Кто такой Стив? О, это он. Это панк, который начал тут весь беспорядок. Теперь он здесь просто валяется. А они с целой бандой сюда приперлись. И подумали, что это будет хорошая идея, чтобы спрятаться в моей помойке. Последний раз, когда я проверял, это моя была помойка. И я не собираюсь какую-то банду сюда пускать, чтобы они без боя сюда прорвались. Остальные появятся в любую минуту. Давайте сделаем им небольшой сюрпризик. Поставь бомбы и установи их на какую-нибудь гладкую поверхность. А, сейчас, короче, будем взрывать. Блин, а что делать-то? Защитить Блейка. Блин, а куда нам ставить-то? Невозможно поставить здесь. Блин, а как поставить-то? Они будут в любую минуту здесь. Если ты еще не поставил ловушки, сейчас лучшее время, чтобы это сделать. Да, пацан, я не могу поставить их никуда даже. Нахрена ты мне их дал? А, во, поставил. Так, это первое. Сейчас, если кто-то сюда полезет, я их... Ой, бля! Бля, вот это дал тупого называется. Не, пацаны, в этот раз я не ошибусь. Сейчас я просто здесь все заминирую. Так, а куда бы еще кто-то поставить? Я здесь, короче, все ловушки даже ни разу не обезвредил. Ни одной. Все, мы сейчас здесь еще понавалим их целую кучу. И у этих челиков будут реальные сюрпризы, когда они сюда полезут. Так, еще третье поставили. Ну и тут еще три штучки у нас имеются. Я даже не знаю, куда их тут еще заминировать. Там кто-то подрывается уже. Блин, что-то какая-то грозная музыка, как будто босс-файт какой-то наградает. Берем ключ. Сейчас мне главное самому не подорваться. Вон там челики взрываются уже. Ё-моё. Они уже сильно близко. Там, по-моему, их человек 50 идет. Ё-моё. Они изображают из себя спайдерменов. Что-то у них происходит, челики. Что за такая зловещая музыка началась? Они сейчас через крышу, походу, полезут. Сейчас будет десант мафиози. Слышите, прекратите, короче, пацаны. Опа. Нихрена хорош, Блейк. Просто с гана прямо в лоб. Блейк, ты давай-ка нас только не прикончи. Э-э-э, тихо, Блейка, не трожь, дура. Куда ты нахрен поперся? Его, наверное, зовут Блейк, потому что он Блейк. Иди сюда. Куда ты? Блейка не трогай, дура. Нихрена у вас не выйдет. Блейк, спокойно. Я всех прикрою. Нихрена они тут в очередь выстрелились. Идите нахрен отсюда. Блин, все в рукопашку идут. Походу, у пацанов еще ганы не разблокированы. Нахрен, иди отсюда. Блин, у всех сломанное оружие. Сколько у вас здесь? Какая-то Гуфи, а, перестрелка была. Что, пацаны, все? Блейк дали им прикурить как следует, Блейк. Только у меня что-то больше нету. О, давай-давай, иди сюда. Иди сюда на растяжку, дурачок. Сейчас, смотрите. Оп-оп-оп. Вот и все. А, у нас тут есть гвоздемет. Блейк хорош. Где? Сейчас мы их тут всех откитаем. Откитаем всех этих панков. Пошли вон отсюда поговорить с Блейком. Мы отбили эту защиту. Спасибо за то, что помог разобраться с бандитами. Не знаю, куда движется вообще этот город. Угрожают мужику на коляске. В следующий раз они начнут уже к старушкам приставать бомбить начнут с сироток. Никакого вообще уважения у типов. Мне нужно тебя вывезти отсюда. Найтвейв сказал, что у тебя, возможно, будет тачка, на которой мы сможем выбраться отсюда. У меня есть кое-что получше. Иди посмотри на тачку, которая сзади. Вот ключик. Блин, Блейк, ни хрена себе. Ключ от сарая. Блин, ну вот этот чел вообще хайпово сдох, конечно. Кто там спит, я не понял. Погнали смотреть тачку от Блейка. Что там за машинка? Ну-ка, пацаны. Ого. Ни хрена себе. Это машинка Найтвинга? Мередит. Когда у нее наберется скорость 200 километров в час. Миль в час, точнее. Ни одна тачка не поедет так быстро в этом городе, как эта машина может ехать. Требует ключ. Мы открыли. И все, и выезжаем. Открываем двери. И все, драйв. Пацаны, дэшку втыкаем. Надеюсь, это не машинка от Димы Перекупа. Это тачка от Найтвейфа. Ебан, ни хрена себе. Что-то вспомнил старый добрый саботер. Там такие тачки были. Ни хрена полетела. Вообще нормально. Все, Блэйк, хорош. Попущены. Конец части. Переключающаяся передача. Что, давайте сразу следующую. Это какая-то коротенькая была. Чисто, чтобы уже на коротке пролететь. Все, мы забрали тачку. Мы сидим здесь уже часа четыре. Скоро все начнется. Ты очень невнимательный. Я вообще соскучился здесь. Сколько там их? Я насчитал шесть. Нужно просто сидеть на жупе ровной. Подождать возможности. Кто-то вкурил сишку. А, это Миха. Давайте тогда дадим им время подумать. Если мы сейчас сдвинемся, это будет хороший способ сорвать наше прикрытие. У тебя есть что-нибудь пожирать? Есть шоколадка в бардачке. Захавал. Нормально вкусное. Хочешь кусочек? Я привез свою. Блин, собачья еда, Лил Пуч? Что? Нихрена он захавал. Извини, хочешь кое-что? На банке написано мясо лошади продукт. Походу, пацаны двинулись. Теперь это наш лучший шанс попасть туда, не будучи замеченными. Наконец-то, а то я не могу уже нюхать то, что там у тебя в баночке. Еще круизеры подъезжают. Что-то происходит. Этот бекон не нравится мне запашок. Ё-моё, менты застрелили ментов в дерьмо. Похоже, мы попали прямо на сковородку. И прямо на огонь. Ё-моё. Что тут происходит, пацаны? Карточный домик, четвертая часть. Еще одна загадка. Так, сейчас, пацаны. Оставайся в машине. Ух ты, нихрена я, стелсер. Короче, мы их сейчас будем усыплять. Усыпляющими дротиками. Четвертая часть. Вот это, пацаны, вот это мне уже нравится. Стелс. А это что такое, колотушка какая-то? Отличная идея, приехать сюда и вольнуть ментов. Это как будто костюмированная вечеринка. Где вы взяли эти тачки? Не беспокойся об этом. Я знаю, парни. Так, короче, пацаны, давайте вы, короче, завязывайте. Этот парень даже не знает, с кем он еще разговаривает, потому что я уже вырубил их обоих. Все, лежать. Блин, они, короче, вольнули ментов и сами переоделись в таких. Вот паскуды. За такое их надо растоптать. Все, пацаны. Так, все, вот так вот. Теперь нам надо как-то сюда залезть. А, двери сами открываются. Ну и все, это стелс-режим, это Джеймс Бонд. Не знаю, зачем они пошли сюда. Попозже мы об этом узнаем. Попробую их обойти. Нам не нужно больше трупов, чтобы здесь была криминальная сцена. Что ж. Не могу об этом больше беспокоиться. Звук разочарования. Поискать критические улики. Так, а что мы должны этих челиков живыми, что ли, оставить? Надо их, короче, всех кокнуть здесь нахрен. Что за фигня-то? Двери закрыты. Что, тут можно как-то пролезть, не? Вот тут какой-то челик на охране сидит. Вот его и надо кокнуть здесь. Надо его пришить. Все, минус чел. В темноте сдох. Пофиг на него. Как лох. Дверь открываем. Все, я в хате. Я внутри, Найтвейв. Алло, алло. Все нормально, парни. Хата зачищается. Блин, льва я бы спер бы этот трофейчик. Тихо, 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 тихо. Чуть не спалили. Тихо, заткнись, парень. Никого ты не видел, тебе показалось. Кто-то здесь есть, погоди, тихо. Так, все, усыпить. Усыпить, усыпить, усыпить. Блин, что проснулись-то все? Следующий. Что, пацаны, все, тишина? Блин, нихреда я все свои патроны высадил только что до этих штришков. А здесь что? Обследовать. Кровавые отпечатки. Маленький пацанчик. Короче, это какой-то штришок мелкий был. А вот еще криминальная сцена. Обследовать. Жертву сюда затащили. Кровища повсюду. Травма в голову. У киллера заканчивались пульки. Оружие заклинило. А это что такое? А, это тузики тоже, блин. Ладно, хрен с ним. А эти когда проснутся штрихи? А если они выспятся сейчас? Я не знаю, что будет, когда они выспятся. Это что такое, бабки? Ни хрена они стоят. Вы подобрали проклятый лут. Ни хрена у меня двушка бабла. А, это кнопочка. Как она называется? Пуговичка чья-то. Так, отлично, пуговицы. Здесь С. Обследовали. Мы типа свое расследование ведем. Это что такое? Сокол какой-то. Трешка, ни хрена? Мы здесь за уликами, не за ценностями. Слушай, парни умерли. Им вообще пофиг. Они об этом даже и не соскучатся. Так, еще кружечку кофейка за такое удачное ограбление. Что, Миша, сейчас мы еще что-нибудь найдем здесь обследовать? Что это такое? Большинство нотс 7-8-2, обведенных в красном. 7-8-2? Это, возможно, код от сейфа. Опа, там какой-то чел стоит, блин. Какой-то присутенеренный. Так, пацаны, вы давайте-ка не будете сюда лезть, пожалуйста. Потому что там еще усыпленные штрихи лежат. Ой, 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 блядь. Заряжай. Так, пацаны, вам этого не надо. Так, я вас забью колотушкой. Спать. Все спать. Блин, один даже труп здесь остался. Ну, ничего страшного. Это так, просто жертва вечеринки нашей. Блин, нихрена у них тут хата-музей прямо, реально. Сейчас что-нибудь еще обшарим. Блин, там пацаны прямо уже обыскивают, что здесь происходит. Нихрена, чел, а застрелили. Расстрелили прямо в тело. Это, возможно, был Волс. А, это хата Волса. Убийца должно быть реально был сильным, что он поднял челика и вот так вот его застрелили. Блин, там что-то челики прямо говорят, оу, щит. Я не знаю, что там у них происходит. Нихрена. Нихрена тут у них ванная, вот это халатики. Волс нормально живет. Вот оно, взрывное мыло. Если кто-то на меня сейчас брыкнется, я вас тоже подорву. Опа, серебряный подсигар. 150 баксов. Все нормально, да? Сейчас мы ограбим, короче, всю эту хату. Вот ключ. Ключ от офиса Волса. Здесь что-то тоже блестит. Еще кого-то застрелили. Здесь тоже мелком обведено. Один из охранников Волса. Кровище брызгало прямо на стену. Возможно, застрелили прямо в шейку. Нихрена себе. Вот это жесть. Так, короче, это бодигарды были и ключ от офиса Волса. Здорово. Иди-ка сюда. Вот и все, пацан. Художественный фильм «Кишки». О, нет. Парень, ты не должен был видеть смерть своего товарища. Сейчас, подожди. Всех с ноги вынесу. Итак, использовали ключик, закрылись. Все. Мы на хате Волса. Вот он висит. Обследовать. Ха. Отличный портретик. Сколько, блин, это он типа думает, что челик слишком много думает о себе. Так, еще здесь. Ой, нет. Там челы идут меня грохнуть. Кнопка использовать. Кнопка как у смотрителя убежища. И этаж. Нужно закончить сначала искать улики. Тут какой-то лифт, короче, есть. Погодите, кнопка. Опа. Опа, нихрена ган спрятан. Секретная комната Волса. Блин, я бы и не знал бы даже, что здесь есть такая комната, если б я обратно сюда не поперся. Блин, дробовик тут, наверное, на случай прямо жесткой бойни лежит, да? Мало ли, может, что-то произойдет. А, вот еще. Отпечаток руки, никаких отпечатков пальцев. У убийцы, походу, были надеты перчатки. А, рост убийцы был в 5-10, 5-11. Блин, это реально ужас. Кто-то сюда вломился и поставил Волса, как охотничий трофей. Кто-то мелкий, сильный и умный. И пацан, походу, решил всех уложить в холодильник. Всех, кто его увидел. Надо посмотреть, к чему это вообще ведет. Стеклянная челюсть была здесь по причине. Продолжай искать, здесь должно быть что-то. Сейчас, короче, пацаны. Я знаю, что там есть. Надо в офис Волса пробраться. И никого не кокнуть, главное сейчас, пока мы тут шаримся. Вон там челик ходит. Он, наверное, загрустил то, что я убил его сообщников. Так, давайте дожмем кнопку лифта. Let's go. О, ни хрена у него, весь кабинет в лифт уезжает. Посмотри-ка на это. Вот чья-то ножка здесь. А Волс, может, и живой еще убежал даже. Ни хрена себе тут хата. Это что за жесть вообще? Сколько? 725 или сколько? 782, по-моему, было. Стой. 782. Да-да-да, все правильно было. Это на пианинке было написано. Все, хата здесь не тронута, ничего. Что? Ни хрена, супергерой? Волс был тузиком? Это что такое? Обследовать. Кто такое дерьмо одевает вообще? Какой-то человек пика точеная, походу. И у него тузик был. Ёма, здесь были супергерои. Ни хрена себе, человек пика. А, так вот их сколько. Ни хрена, пацаны, я что узнал тайну какую. Вот, это наш товарищ. И вон их сколько. Это те самые тузики, да? Что с вами произошло, пацаны? Это долгая история. Мы не смотрели за вещами нормально. Нас привело это к некоторым трагическим последствиям. Когда время закончилось, городу нечего было делать с нами. Блин, ни хрена тут что происходит? Это тузики. То есть, мэр-то сам реально тузик был. Ни хрена себе. И вот этот чел был свидетелем. А вот это Чингисхан, походу, какой-то, на подпевках. И вот здесь он тоже самый здоровый. Ни фига себе. А здесь что такое? Капитан Пика. А у него есть вот такая пика, которая в очко вставляется, не? Награда за оценку вашего посвящения и службы в качестве члена тузиков. Во как. Во, тузики. Блин, ни хрена. То есть, получается, это наш мэр. И у него тянка была? Алексия Ценник. Что вы знаете о ней? Она была та, кто пришла с идеей, чтобы сформировать тузиков. Я думал, что Уолс создал ее. Уолс был создателем, одним из создателей. Не понимаю, почему Уолс сказал мне найти ее. Так, ладно, и что здесь у нас еще есть? А трупа Уолса-то нету, его уволокли. Что-то поблескивает. Ни хрена дверь. Опа! Шмотки! Я думал, я нашел, зачем они сюда пришли. Окей. У этого файла есть грязь на всех, кто есть в этом городе. Адреса и так далее. Все связано с семейкой Бенедиктов. У нас есть проблемы наверху. Хватай документы и вали отсюда. Погоди, здесь больше написано. Ваши старые товарищи из тузиков были тоже такими грязненькими. Они подставляли что-то. Это были не мои друзья. Что насчет твоих друзей, которых я спасал? Это все сложно. О, а теперь... Вы не уйдете отсюда с моими документами, не так ли? Томас? Я хочу засудить им пульку в череп. Ночь полна сюрпризов, да? У меня для вас кое-что еще есть. Что ж. Для ваших друзей в очочках. Этот челик что-то вынюхивал насчет моего ночного клуба. У тебя есть кое-что, что мне нужно. Тебе это придется мне доставить. И тогда... Я тебе позволю смотаться с девочкой. С той самой девочкой, которая стоит на вот этой карте. Стеклянный челюсть что-то хочет от нас в офисе тузиков. О, нет. Пора подниматься и сделать им хедшот в голову. Ну что, пацаны, я готов. Я вообще-то нашел секретную нычку уолса. У меня есть дробовик. Так что я вас всех попущу сейчас здесь. Что, пацаны, давайте, выходите. Что, открываем? А мне пора сваливать, да, отсюда? Что-то никого нету. А что такая тишина? Вон они ходят, балбесы. А я, короче, сейчас той же дорогой отсюда свалю. Вон они, вон они. Что-то ходят, кого-то вынюхивают. Вон они храпят сладким сном. Бай-бай, бей-бэ. А я сейчас просто... Нихрена кто там ган положил на стол? На дверь, точнее. Все, уходим. Такие лохи. Я их сейчас попущу, просто вот так вот в круголе обойду. Хе-хе-хе-ха. И все, пацаны. И что, у кого вопросы есть? Вы думаете, реально я бы через всю хату поперся делать? Мне нехрен. Короче, сваливаем. Как пришли, так и уши. Вон она, мафия. Это стеклянная челюсть подослал челика. Чипиздрика. Его, походу, оставили стоять на стрёме, как это говорится. И я прямо прошмыгну у него из-под очка, чтобы стеклянная челюсть откусила ему четыре пальчика. Воистину, ужасная смерть. Я даже дверь за собой закрою. Ха-ха-ха-ха. Блин, новые доди, пацаны. Чё, всё, ходу, пароходу? Уходим. Возможно... Ты даже не полностью понимаешь, что происходит. Дай-ка я тебе всё расскажу. Принеси мне эти бумаги. Или девочка умрёт. Достаточно понятно? Чисто вообще. Кристально. Хорошо. В ночном клубе мотылёк. Не заставляй меня ждать. А я чё-то не понял. Он же со мной по рации базарил. А куда делся Найтвинг-то? Его нету. Это, походу, и был Найтвинг вот этот чел. Да ну нафиг. Не может быть. А как он на родейку на мою подсел вообще? Конец счастья. Карточный домик. Ну, пацаны, я просто по стелсу выбрался из этой хаты. Вообще нормально было. Ну и всё, пацаны. Давайте продолжим в следующей части. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, оставляйте комменты. Всем пока.